Мы читаем книгу Талмуда Сарасферот, третий том, страница 605, восьмой параграф, восьмая часть. Талмуда Сарасферот, третий том, страница 605, восьмая часть, восьмой параграф, текстари. Так вот, этот цвет по имени Новый Ма, выходящий из Вецах Деак, самый последний из всех, поэтому нет в нем ни качества Гевель, как в трех, ни качества Истоклут, подобно Некудотайн, а есть лишь только состояние свечения. И это то, что упоминается в Зор, Видра Зута, Мицхайт Галей и так далее, ибо есть в нем только проявление свечения. И еще, о том, что написано в Зор во многих местах, когда поднялось желание создать мир Ацелут. Объяснение. Так как Мецах, желание Ак, поднялось его желание создать мир Ацелут посредством света Новый Ма, выходящего из него, чтобы с его помощью исправить весь Ацелут. Получается, что внутренний смысл слова Раута упомянутый Мецах желание, так как перевод на арамейский язык слова желание Раута. Мы учим, что из Энцов и после Цимцума вышел Порцов Гальгальт, это первый Порцов, Порцов Аб, второй Порцов, Саг, третий Порцов. И когда начал Саг Лиз Дахех утончаться, Никудот де Саг распространились внизу и перемешались на Иде Гальгальта. Что значит на Иде Гальгальта? На Иде Гальгальта это свет Хасадим, и там они приняли четвертую стадию, и тогда они сократились и достигли... Пришли к делению Порцов, и это называется деление, это Порца. Первая часть называется Гальгальта Вейнаем, и вторая часть называется Ахаб. Порца. Так разделились Никудот де Саг, и после этого весь этот процесс. Приходит к Педерож де Саг, а потом из Педерож де Саг, к Никвейнаем. Дерож де Саг, Зивук происходит в Никвейнаем. Дерож де Саг на Ришемот. Какие Ришемот? Ну? Бет-Алев, сокращенные, Митсумцамим. Из этого выходит свет. И распространяется Порцов в этом сокращенном месте, и этот Порцов делится на три части, которые называются Кетер. Кетер. Как мне написать Абаба-Вейма, я не знаю. Абаба-Вейма, так. Везон. Изон. Все это в Гальгальтат инаем каждого. В каждом Гальгальтат инаем. Это называется Катнут Мира Никудим. Канзоби Никвейнаем. А здесь это Никвейнаем. Там стоит Масах. Это Саг, это Аб. После этого происходит Зивуг на Гадлут Мира Никудим. Он происходит в Педерож. И тогда приходит очень большой свет вниз. И распространяется мир Никудим до конца. И в этом месте происходит Швира. Разбиение. И это разбиение до места Кетер и Абаба-Вейма. Разбились и Гальгальтат инаем, и Ахаб. Все 10 сферот разбились. Разбились 10 сферот. А Кетер и Абаба-Вейма остались. И все Ришимот, это разбиение, снова поднимаются в Рожде-Саг. И после того, как они поднялись в Педерож-Десаг, они поднимаются выше, куда, как называется? К Мецах. Рожде-Саг уже не Квейнаем, то, что было здесь, а в Мецах. Мецах. И производят Зивук-Дака. На какие Ришимот? Алиф-Шорож. Алиф-Шорож. Цим-Цумбет. Цим-Цумбет. В Мизе-Магия. Лимата. И отсюда вниз поступает свет и распространяется здесь мир А-Ну-Ацелуд. Здесь Ари-Хампин. Атик. Атик. Аба. Аба-Ва-Има. Аба-Ва-Има. Как написать это? Энд. А, кен? Как это? А, энд. Как? А има? А има? Ай. А-а-а. Так вы делаете. Ну, хорошо. Аба-Энд-Има. А, има. 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 Эма. Так. По-латински на английском или на американском. Дальше. Зарампин и Малхут. Зарампин и Малхут. Хорошо. И ниже под этим мы потом изучаем, что есть Миры Брия, Ецера и Асия. Да? Об этом мы говорим. И все это создано сверху вниз. Весь этот процесс, о котором мы сейчас говорим, это сверху из Энсов и донизу вот так вот сотворено, как подготовка, как некая среда, мир. И затем мы будем изучать что-то очень такое особенное. Здесь появится Адам, который родится от Абовы ему до Ацелут и потом будет находиться вот в этих мирах. Адам. То, что здесь до Адама, это все среда, потом происходит, рождается Адам, он тоже проходит разбиение, и результат его разбиения это мы. Так что же мы можем отсюда увидеть, что миры они пришли к состоянию, когда в Катнути они исправлены. Что это значит? Что после разбиения здесь было разбиение в мире в мире Никудим вот это красным обозначено и после разбиения были исправлены миры Ацелута Брия исправили их и сейчас они находятся в состоянии Катнути исправленного. А все остальное кроме Катнути ну как бы все готово для тебя Адам чтобы ты пришел и начал бы правильно использовать то что для тебя уготовано. То есть то что здесь есть это среда это внешний мир относительно Адама и этот внешний мир находится в состоянии когда часть его это плюс а часть его это минус и Адам если хочет определить себя относительно этих частей он должен находиться посередине в парсе и тогда тем что он переводит от минуса к плюсу разбитые части и соединяет их он должен склонить это из миров разделения уламу депруда в ацелут это есть исправление то есть все приготовлено для Адама и мир вкатнуте исправлен и все что Адам сделает в нем согласно этому мир так и будет выглядеть либо Адам производит действия когда он эгоистически действует внизу тогда его действия называются злом либо наоборот он производит свои действия чтобы они были хорошими действиями он их притягивает наверх это называется склоняет себя и мир что значит мир ацелут он переводит из миров бия в мир ацелут и тогда это хорошо согласно его действиям хорошим или плохим согласно как он производит это действие и весь мир он следует за Адам поэтому то что мы видим сегодня в мире это все следствие нашей внутренней неисправности и в тот момент когда мы начнем исправлять себя вдруг мы увидим что весь мир исправлен сейчас у нас есть проблемы скажем с экологией говорят что там со всеми этими ледниками снегами которые тают сегодня просто будет в этом году катастрофа и летом и зимой будущими и мы не сможем исправить их никоим образом кроме как внутренним исправлением человека пока мы поймем это жизнь будет нелегкой но отсюда это можно увидеть что все зависит от исправления человека потому что человек адам внутренняя часть миров а миры все находятся перед ним в состоянии стендбай так вот половина наполовину наполовину оправдан наполовину виновный все уготовано для человека и согласно действиям человека он начинает склонять нужно понять что в нашей истории когда мы называемся адамом когда мы можем склонить либо из бия в ацелут либо из ацелута в бия когда это происходит именно сейчас когда сейчас мы находимся в состоянии когда наше желание получать выросло и мы сейчас можем произвести исправление до сих пор мы назывались животными уровень неживой растительной животной потому что не возникал вопрос об объединении поэтому наука кабала была скрыта от сейчас отныне и далее говорят об исправлении мира исправление мира с помощью исправления человека и тогда мы почувствуем внешние проблемы очень большими и они приходят для того чтобы заставить нас исправить себя наше объединение и каждый внутри себя понятно да об этом говорится то есть то что мы читаем в учении не десяти сферот это не какая-то там далекая философия это очень четкие точные вещи которые объясняют нам систему двигатель который управляет природой понятно спрашивайте не надо стесняться да товарищи из Израиля и из всего мира и также товарищи по конгрессу говорят что Атик на чертеже Атик своей детали Ханпинут наверное есть какая-то ошибка это верно это верно это я исправлю это правильно да правый молодцы да дайте парню микрофон у меня вопрос такой когда вы объясняете как работать ЗОАР здесь с большего понятно есть такое ощущение что я как-то помогаю группе но вот сейчас допустим на тесс то что сейчас вы чертили показывали есть люди которые занимаются 10 лет я занимаюсь всего лишь год ну практически ничего не понимаю и у меня такое ощущение что я ну как бы стороне нахожусь и не могу оказать помощь ту которая при работе в ЗОАР вот что можете сказать а теперь я с Прежде всего, совершенно неважно, сколько ты учишься, неважно, сколько ты знаешь, разбираешься в чертежах, это помогает немножко все-таки ориентироваться в процессе, но это не должно тебя останавливать. Принцип, ты должен только услышать, в чем принцип, но я не вижу чертеж, я не понимаю, что написано, нет внутри меня этого чертежа. Я скажу тебе, я прошел все эти этапы в начале, пока я сам начал чертить, пока я сам начал чувствовать, пока я начал этот чертеж переводить на чувство, чувство изображать на чертиже. Это взяло очень много времени, это годы, но в общем, в итоге это не мешает продвижению. Это не должно тебя останавливать и не завидовать тем, кто умеет красиво говорить или рисовать чертежи. Я скажу тебе больше. Мы находимся в одном мире. И у меня, скажем, есть мама, я, мои дети и мои внуки. То есть, есть четыре поколения. Если мир изменяется, даже самый маленький внук чувствует и получает от него, так же и как большой взрослый человек. То есть, если мы сейчас в общем нашем усилии достигаем раскрытия, достигаем соединения, в соединении мы достигаем раскрытия Творца, каждый получает. Неважно, учишься ли ты год, как внук, как маленький мальчик, либо ты большой, взрослый, умный и опытный. Нет никакой разницы. В объединении, в круге мы все находимся вместе. Еще более того, когда ты приходишь к объединению и соединяешься, воспринимаешь то, что воспринимают другие. Нет, потому что ты меньше вложил, ты находишься в объединении, но получаешь свою маленькую порцию. Нет. Ты буквально включаешься ото всех, играешь в себя всех. Мы говорим так, что в конце исправления все те миллиарды, которые объединяются вместе, они придут к тому же уровню, как другие. Как это может быть? Ведь кто они, и что они, сколько они понимают, и сколько, насколько они участвовали, неважно. Насколько могут, и это достаточно для того, чтобы объединиться и участвовать в общем кле. Поэтому главное участие. Год прекрасно. Начинающие, они как раз больше могут повлиять и передать желания. И именно вот это ощущение, что я не совсем понимаю, не чувствую, не ориентируюсь. И вот эти чувства, они очень полезны для объединения. Да, ты хотел спросить что-то? Микрофон. У меня вопрос такой, несколько, может, технически, кажется, но вот я не могу на него найти ответ. Вот после Зевуга в МЭЦах, в Рожде-САГ, потом происходит распространение образования мира Ацелут, и у меня вопрос, почему под Парсу попадает? Потому что произошло разбиение мира Ацелут, он как бы получается умный, и Атикун вначале Цинцун-Алев распространяется до СОВ, а потом он уже делает себя сокращает на Цинцун-Бет. Это первый вопрос. И второй, из каких... Рега, 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 я не понимаю. Секундочку, я ничего не понял. Или что он сказал? Что он сказал? Что мир Ацелут распространился под Парсой, потому что оттуда пришли решемот из разбиения. все миры Абия, они вышли на решемот разбитых килим мира Никудим. И поэтому они распространяются в том же месте, где и мир Никудим. Атика и Арихампин, они относятся к кетеру мира Никудим. Абаваима относятся к Абаваима мира Никудим, а Азрампин и Нуква относятся к зон мира Никудим. Потому что он вышел на разбитые решемот Вопрос его может быть потому, что каким образом Атик? Ведь он как бы не разбился. Ведь мирный Никудим был под Табуром. Не под Парсой, под Табуром. Это Табур. Парса ниже. Но он когда разбился остался рожь мира Никудим, остальные килим были разбитые. Когда делается зивук на Мецах, Атик Симцумалев распространяется от Табур Дасов. Вот у меня не складывается, я не могу понять, почему он может попасть под Табуром. Под Парсу. Он спросит, Атик митпашет на Мецах от Дасов, Парса. Да, действительно. Когда Атик распространяется, в тот момент, когда Атик рождается, он распространяется от Табура до Сиюм. Поскольку он Кетер. А Кетер распространяется не сверху вниз, а снизу вверх. У него это отталкивание. У Кетер это отталкивание. И поэтому Атик в отталкивании может распространиться от Табур и вниз до Сиюм. Я понял его. Он любит учиться. отталкивание. У нас после разбирения швирата Келим получается Галгаль Таинаем, Ахап, Ахап Галгаль Таинаем, из него образуются миры, из Галгаль Таинаем зон мир Ацилут, Ахап это мадуро клепот, из Келим Галгаль Таинаем в Ахап происходит алия. А из чего адам происходит? Из каких килим адам? Адам לא шоих лея. У нас были Галгаль Таинаем и Ахап Галгаль Таинаем и Ахап и Ахап Ахап Галгаль Таинаем и Ахап эти они собственно являются килим которые потом разбиваются. Из Галгальта Ваинаем и Ахап у нас получается килим Галгальта Ваинаем и Ахап которые смешались при разбиении а потом происходит выяснение и поднимаются наверх разбитый Решемот Из этих Решемот у нас в их смеси когда мы хотим произвести выяснение селекцию между ними у нас есть Решемот от Галгальта Ваинаем из Решемот Галгальта Ваинаем у нас рождается мир Целут из Решемот Галгальта Ваинаем который внутри Ахап выходит у нас мир Ибия на Решемот Ахап который в Галгальта Ваинаем у нас выходит подъем выяснение подъем килим из Бия Ва Целут и на Решемот чистых Ахап выходит килим который нельзя использовать это клепот из каких килим рождается у нас Адам Аришон нет тут килим для Адама Аришон это пока что миры поэтому я сейчас закрасил желтым сметом ты видишь это Адам это внутреннее состояние пневеют внутренняя часть творения внутренняя часть творения он еще не существует до сих пор вот то что изображено зеленым светом то что было до Адам это создавалось окружение оболочка как назвать все вот это окружение оболочку на английском языке envelope wrapping лучше хорошо все необходимо понять что это внешняя часть это миры а это Адам внутри и это совершенно разный килим разный килим материал разный миры и человек потому что мир это природа это что-то что существует в соответствии со святами килим нет свободного выбора разбиение разбиение исправление исправление все происходит механическим путем в соответствии с тем самым законом святов и килим что в мире отсылут что исходит из мира бесконечности вот здесь вот и эта восьмерочка знак бесконечности то что есть в Рожде Галгальта все и из мира бесконечности доходит до нуля это природа оболочка в которой мы существуем а Адам человек это что-то совершенно иное мы о нем не говорим мы не знаем откуда он придет потому что если мы посмотрим на наш мир кто такой человек объясните мне еще одно животное которое ходит на двух ногах как петух нет он не петух а потому что у него нет такого хвоста как у петуха он тоже ходит вот так вот делает в своей гордыне объясните мне кто такой человек это что-то что во внутренней части его есть больше чем в животном больше чем в природе больше чем на неживом растительном и животном уровне его внешняя форма ну есть такая форма есть животные которые одевают и снимают себя какую-то шерсть сбрасывают размножается человек как животное из животных которые строят себе жилище ну так это какое-то улучшенное животное потому что он слабый он выстрелил на себя различные умные вещи это потому что он глупый животные не нуждаются в этом они совершенные а человек все время должен восполнять себя и только этим он себя разрушает убивает у него разума нет если бы на нас посмотрели со стороны то сказали бы что вот эти вот те которые себя называют людьми они просто помешались которые живут тут на поверхности земного шара смотри что они делают выстроили большой сумасшедший дом да это действительно так выглядит смотрите как они себя убивают разрушают все только делают беды себе и в конечном счете скоро прикончат земной шар можно подумать что мы просто ненормальные поэтому человек это что-то что выстроилось в добавку к природе к неживому растительному и животному уровню и он должен уподобить себя привести себя к равновесию с природой то что мы изучаем и здесь мы начинаем видеть как это получается да если соедините это с первой частью урока как это все связано с авая поскольку все миры от энсов до нашего мира это точка в букве ют чубчик это буква ют первая буква гэй вав и нижняя буква гэй авая всего навсего вся эта структура это авая 10 свирот внутри которых должен быть адам человек еще ну не стесняйтесь ну немец раф такой вопрос если мы будем двигаться положительно в сторону плюса а не в плохую вот эти все катастрофы о которых вы говорите экологические и так далее они перестанут быть или наши ощущения на них изменятся просто прежде всего мы видим что мир миры абия но абак нечего говорить этот мир совершенный но миры абия находятся в равновесии между собой сами по себе и адам который потом внутри них был сотворен он может вызвать добавку равновесия добавить к этому равновесию еще больше сил если человек исправляет себя что значит равновесие что все силы все его силы получения уравновешиваются силами отдачи и выстраиваясь в равновесии образуют среднюю линию он не делает мир полностью 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 хорошим или полностью 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 плохим он должен сделать так чтобы все силы которые есть в нем соблюдали общее равновесие которое есть в окружающем мире он должен находиться в гармонии с природой без всякого сомнения тем что мы участвуем в равновесии мира мы вынуждаем мир прийти к самой лучшей форме до сегодняшнего дня до нашего поколения мы вызвали на уровне неживом растительном и животном мы вызвали зло в мире но несознательным бессознательным образом это не сотрясало все основы когда мы сейчас начали когда мы сейчас обрели мощь когда мы вошли в связь между собой вокруг всего мира эта связь что мы с ней делаем природа сближает нас все больше и больше и больше смотри что происходит в мире из недели в неделю из месяца в месяц мы чувствуем что мы более и более связаны смотри что происходит в Индонезии потом в Англии потом в Южной Америке потом в Африке и так далее мы чувствуем как это происходит просто как будто бы у тебя в той же самой комнате даже не у соседей и тогда когда природа эволюция сближает нас все время настолько близким образом чтобы ты сегодня чувствовал сегодня в своей еде ежедневно ты чувствуешь где в мире есть проблемы так хорошо тебе или плохо ты чувствуешь на своей плоти на своей своей коже ты чувствуешь своим здоровьем в воздухе ты ощущаешь что происходит во всем мире просто так мы еще не понимаем насколько это будет близко каждому в тот момент когда мы начнем упорядочивать связь между нами только связь между нами весь мир начнет успокаиваться весь мир начнет успокаиваться я говорю тебе мы не понимаем что должно произойти в особенности на уровне экологии но политика войны ой 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 это все еще пока что не очень угрожает всему человечеству меня больше пугает иное снег и лед которые полностью исчезают и земной шар если он нагреется еще на 20-30 градусов это просто что-то невероятное что происходит то что пчелы исчезают и нам нечего будет есть потому что они все опыляют ты даже не думаешь от чего ты зависишь ты зависишь от таких малых вещей ты их даже не видишь ты не чувствуешь их ты думаешь о больших вещах сколько там будет самолетов бомб не нужны ни самолеты ни бомбы исчезнут пчелы ты помрешь тебе нечего будет есть все очень просто понимаешь то что нам остается всего-навсего это немедленно объединяться правильным образом и тогда все миры бия из внутренней нашей части мы определяем это они начнут упорядочиваться между собой и снова приходить в равновесие и когда они придут между собой в равновесие в нашем мире природа экология и все человеческие системы включая человеческие системы сразу между ними создастся равновесие сверху это будет управляемо и все придет к исправленной форме какова будет эта исправленная форма я не знаю мы просто будем себя чувствовать хорошо мы еще этого никогда не чувствовали мы всегда жили исходя из ощущения нехватки как чего-то восполнить а здесь впервые мы начнем чувствовать что пришло какое-то добро теперь ты спрашиваешь произойдет ли это только в моем восприятии действительности или это на самом деле происходит но это то же самое это одно и то же потому что вся действительность которую я чувствую находится внутри моих келим в конечном счете когда я исправляю себя и я исправляю миры что значит миры это мои внешние келим которые постепенно входят внутрь и исчезают миры исчезают и тогда я прихожу к восприятию которое называется миром бесконечности где все это я но есть у нас Ахока а есть кто-то другой раскрывается раскрывается очень большая ответственность того кто осознает этот процесс это впервые когда я чувствую эту ответственность когда мы изучаем материал ТЭС это точка которую вы изобразили на Парсе то есть когда все человечество будет осознавать свое состояние оно будет находиться на Парсе она чувствует она не чувствует что она находится под Парсой она отождествляет себя над тем что находится над Парсой тем что переводит все свои желания плохие снизу из миров Бияна вверх над Парсой и этим самым она поднимает себя на уровень Ариханпина на уровень Хохма где находится наш конец исправления что значит упорядочить связь между нами это значит что мы отказываемся от неправильных каких-то вещей или наоборот вносим какие-то правильные вещи или это вообще что-то другое выстроить связь между нами я не знаю что это такое у меня нет примера явного четкого и что я понимаю это мы должны стараться каждый раз отыскать разные формы и между ними выстроить правильную форму соединения это как маленький ребенок который ты знаешь берет кубик и хочет воткнуть его в круглое место и силой стучит им но не входит но он учится исходя из этого он снова пытается и снова так и мы это наша работа сейчас мы это делаем мы стараемся прийти к объединению но не знаем как для чего почему каким образом что это мне даст может быть все таки как то так сделаем что то мы стараемся мы находимся в этом мы находимся точно в поиске формы которая может дополнить друг друга когда все войдет одно войдет в другое как вот эти формы контуры этого пазла мы делаем это но форма она не ясна нам не ясна об этом написано ну что написано я не понимаю что написано об этом я смотрю и не вижу не умею читать почему потому что ты должен пытаться из этого ты строишь внутри килим чувствительность понимание так не получается может быть так может быть по другому ты отчаиваешься ты бросаешь это снова к этому возвращаешься и так каждый раз эта работа такой шизифов труд шизифов труд очень утомительный и все человечество это делает мы думаем что они ничего не делают они тоже делают только мы делаем это с намерением осознанно рожь с головой и понимаем куда мы движемся насколько мы понимаем немного нам рассказывали куда все движется но пока не знаем точно что я не осознаю что я делаю а все человечество делает это как маленький ребенок который играет во что-то и игра его за счет природы которая подталкивает его это с помощью этой игры он растет но мы хотим уже мы уже больше мы уже не просто так играем как подталкивает нас природа но нам сказали если вы будете играть таким образом вы бросили нам скажем всякие группе детей бросили всякие железки и сказали из этого вы можете собрать велосипед у вас будет велосипед если вы правильно соберете но мы не знаем что такое велосипед мы только видим там колеса и разные там втулки цепи и там разные части много-много разных частей не просто такие большие части а все разобрано и мы стараемся понять что такое этот велосипед целый на котором можно ездить получать удовольствие что это что такое ездить что такое получать удовольствие где каждая часть должна быть и как но исходя из этого мы обретаем рожь мы начинаем понимать творца те люди которые стремятся к этому они стремятся потому что у них есть желание понять его познать его исходя из этого они готовы строить мы не хотим объединяться но для того чтобы постичь его мы готовы на эту работу и все человечество делает это так само само по себе неосознанно с точки зрения работы творца весь мир ее выполняет даже те кто являются самыми большими вредителями в мире они тоже выполняют все действия которые нужны но только таким нежелательным образом но все равно все это следует в том же направлении но сейчас мы подошли к состоянию когда мы должны взяться за голову и вытащить их целенаправленным образом да быстрее и продолжая вопрос вот марика что меняется при нашем правильном действии при исправлении вот есть три варианта вот примере с инопланетянином он видит как один режет другого и понимает и не понимает что происходит то есть для него это просто один человек убивает другого хотя это хирург режет больного второй вариант он понимает что это исправление и несмотря на то что операция но целью настолько благая что он в принципе это оправдывает либо третий вариант он вообще видит что есть нечто злое но оно исправляется не вот этой сложной операции когда все-таки человека режут буквально он получает таблеточку и так вот легко и материальным образом исправляется так вопрос еще раз не меняется действие в материальном а только лишь наше отношение и восприятие либо и само материальное как бы меняется это он Спасибо. Давайте сделаем между собой джентльменское соглашение. Вы не спрашиваете меня, вы не задаете мне такие вопросы. Я их не очень люблю, потому что не хочу рассуждать об этом, это ничего нам не даст. Мы должны знать только до определенной границы, что все зависит от меня. Если я исправляю себя, действительность меняется. Я вижу ее иначе, я воспринимаю ее иначе, более исправленным образом. Только так. Сверх этого я не хочу рассуждать, потому что это станет философией, что видит инопланетянин. Об этом я не хочу говорить. И восприятие действительности, оно вне меня или внутри меня, тоже не хочу говорить. Это непрактично. Спрашивайте меня только о том, что относится к нашему исправлению. На это я буду рад ответить. Хорошо? Мы ограничим себя, потому что это нам важно. Перейдем к следующей части. А прежде споем песню. Доброе утро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok